Отче Дом Уже второй десяток лет кинокомпания «Югфильм» и редакция телепрограммы «Отче Дом» сотрудничает с Екатеринбургским телеканалом «Союз». Екатеринодарская кубанская епархия – одно из первых в стране – откликнулась на предложение руководства телеканала о сотрудничестве в освещении событий церковной жизни. Верится, что сотрудничество оказалось взаимовыгодным, а точнее взаимополезным. Это отметил и правящий архиерей Екатеринодарской кубанской епархии митрополит Исидор. В этом году у нас 15 лет телеканалу «Союз». И наша епархия около этого срока, почти с самого начала, сотрудничает с этим телеканалом. Хочется пожелать всем сотрудникам телеканала «Союз» во главе с владыкой Кириллом – здравия, мира, добра, помощи Божьей, многое благое лето. В связи с юбилеем и учитывая важное значение телеканала в деле духовного просвещения и информирования населения, в первую очередь кубанцев, владыка Исидор наградил телеканал «Союз» золотой медалью святой великомучницы Екатерины I степени. За заслуги перед Екатеринодарской епархией Русской Православной Церкви коллектив православного телеканала «Союз» награждается медалью святой великомучницы Екатерины I степени – «Аксиос». Аксиос, Аксиос, Аксиос. Прошу передать эту награду. Спасибо, Господи, Владыка. Бог помощь. Не так давно в Москве завершили работу «28-е международные рождественские образовательные чтения». Об участии делегатов от Екатеринодарской епархии в работе секций и направлений мы вам расскажем в нашем обзорном очерке. Ежегодно международные рождественские образовательные чтения в Москве посещает большая делегация от Кубанской митрополии. В фойе Большого Кремлевского дворца были замечены епархиальные архиереи, руководители различных отделов и представители пресс-служб епархии митрополии. Большая часть делегатов – это представители православного образования Кубани, учителя, педагоги, ректорский состав, администрация, школ и вузов. Это около ста человек. Возглавляя делегацию, руководитель отдела религиозного образования и кахетизации Екатеринодарской кубанской епархии, рота иерей Александр Игнатов. «Как раз уже сколько лет, Александр Игнатович?» «Много». «Много, да. Александр Игнатович от истоков, от начала. Я помню еще его проведение семинаров по сектам, которые действительно расплодились в то время по всей нашей территории России. Но благодаря усердию этого центра их стало гораздо меньше, а православие стало больше». Несколько лет подряд делегация учителей Кубани, возглавляемая отцом Александром, давала мастер-классы для участников международных рождественских чтений. В этом году решили сделать паузу, набраться опыта для дальнейшей работы. «Прибывая здесь, а мне посчастливилось по благословению нашего митрополита Владыки Исидора представлять кубанскую делегацию уже в 25-й раз, поделиться своим внутренним ощущением. Столько людей сегодня со всей России из-за рубежа приехало для того, чтобы обменяться опытом, поделиться лучшими наработками духовно-нравственного просвещения, причем в области патриотического воспитания, чего сегодня так нам всем не достает. И дай Бог, чтобы этот свет, который просвещает всех, проник в сердца всех наших кубанцев, детей, школьников и особенно их родителей, которые, если увидят этот свет, то и на них исполнится слово Христова, который сказал «Я свет миру, и кто последует за мною, тот никогда не будет ходить во тьме». «Надо сказать, что и я, ваш покорный слуга, лет 20 принимаю участие в рождественских чтениях в Москве. И что заметил, в этом году мест не хватило в Большом Кремлевском дворце для желающих принять участие. Многие стояли в проходах до самого конца торжественной части пленарного заседания». В рамках 28-х международных рождественских образовательных чтений в Совете Федерации в Москве прошел цикл мероприятий, посвященных духовно-нравственному воспитанию. Пленарное заседание восьмых парламентских встреч возглавили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх московский в Сеяруси Кирилл. «Мы призваны помнить о том, что одержали победу не над людьми, не над какой-то определенной страной и народом, а над человеком-ненавистническим мировоззрением, над машиной нравственного беззакония, которая работала на уничтожение самого представления о ценности человеческой личности». От Кубанской митрополии в работе заседания принял участие Преосвященный Герман, епископ Сочинский Туапсинский. Один из значимых в рамках парламентских встреч круглых столов «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы» возглавил митрополит Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В президиуме и зале много известных в стране лиц. Например, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим и председатель Комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов. Здесь, на круглом столе, в Совете Федерации, собралось немало кубанцев. Один из них – руководитель молодежного отдела Екатериндарской кубанской епархии, руководитель Координационного центра Южного федерального округа, протеерей Дмитрий Руднев. «Мы говорим о духовно-нравственном испытании молодежи подрастающего поколения. И что здесь мы видим самое главное – взаимодействие между органами законодательной власти и светской власти с теми, кто со стороны епархии отвечает за молодежную работу и молодежное служение. Есть уже определенные наработки, которыми мы можем поделиться на всех форматах секции, которые будут связаны с этой тематикой, но и также воспримем те рекомендации, которые нам дает синодальный отдел подел молодежи Русской Православной Церкви». Уже само назначение краснодарского священника председателем Координационного центра ЕФО говорит о многом. В первую очередь о том, что работа в кубанской епархии с молодежью стоит на высоком уровне. Поэтому было чем поделиться кубанской делегацией с соратниками, прибывшими на чтение в Москву. Традиционное направление, в котором участвует кубанская делегация в международных рождественских образовательных чтениях – это церковь и казачество. Пленарное заседание состоялось в здании московского правительства, где собрались представители всех казачьих войск России. Кубанскую делегацию возглавил духовник кубанского казачьего войска протеерей Иоанн Гармаш. Сегодня большая приехала делегация из кубанской метрополии, из кубанской епархии, и священники, и наставники, и директора кадетских корпусов, педагоги, которые приехали поделиться своим опытом по воспитанию нового поколения. Сегодня конференция, которая по воспитанию наших детей, она будет показательной для других казачьих войск, которые сегодня принимают участие в конференции, в рождественских чтениях. Началось заседание с молитвы и родных для казаков песен. И снова в обор, труба нас зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем в священный бой, священный бой. Открыл заседание председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В наши дни предпринимаются наиболее дерзкие попытки переписать историю, навязать и иные смыслы использовать ее в качестве средства манипуляции общественным сознанием. С большим докладом выступил бывший атаман кубанского казачьего войска, ныне атаман всех казачьих обществ России Николай Далуда. В своем докладе он раскрыл тему участия казачества на полях Второй мировой войны. Хочу подчеркнуть, что уже традиционно в работе казачьих секций на чтениях принимают участие представители правительства и городской думы Москвы. Несколько тысяч участников собрал Большой Кремлевский дворец на 28-х международных рождественских образовательных чтениях. Большая делегация прибыла на форум от Кубанской митрополии. Одна из секций, где ежегодно участвуют представители Екатеринодарской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Возглавляют и отдел, и нынешнюю делегацию протеерей Владимир Мищенко. 28-е рождественское чтение. Замечательный повод для того, чтобы, во-первых, встретиться, поделиться мнениями. Особенно сегодня важна роль армии в нравственном воспитательном процессе. А у нас также в Краснодаре продолжается строительство нашего комплекса, храма Святого Мученика Иоанна Воина, третий храм в честь Новому Мученика Восповедника в Церкви Русской. И там, конечно, происходит окормление будущих летчиков, которые сядут уже в этом году. Отец Владимир возглавляет в Краснодаре большой храмовый комплекс во имя Святого Иоанна Воина, расположенный на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков и проводит большую работу по окормлению воинских частей, расположенных на территории Кубани. Вспоминая о работе 28-х международных рождественских образовательных чтений, хочется сказать об участии в них руководителей Творческого союза иконописцев Кубани. Это председатель союза София Мочигина и ее заместитель Александр Соловьев. Они смогли принять участие в нескольких направлениях международного форума. Мы их застали в Совете Федерации на круглом столе, посвященном проблемам духовного воспитания молодежи. Это та тема, которая нам близка. Мы на протяжении многих лет работаем в этом направлении. Это и наши выставки, и передвижные выставочные программы. Здесь приходят люди, которые делятся своим богатым опытом. И это для нас очень важно. Это дает новые идеи, толчок к дальнейшей нашей работе. И я надеюсь, те связи, которые здесь установятся, общение, оно послужит дальнейшему нашему продвижению в этом направлении. София вместе с соратниками создала на Кубани свою иконописную мастерскую, в которой принимают участие дети и молодежь. Наиболее способные ученики получают опыт при написании икон для действующих храмов, а также принимают участие в росписи стен под руководством своих мэтров. Ученица школы иконописи или имени святых преподобных Алипия и ученика Григория Киевопечерских, так она официально называется у нас, получила награду за третье место в Большом международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». София Евсюкова получила награду за свою работу икона «Святой пророк Илья, покровитель воздушно-десантных войск». А мы недавно расписали храм Ильи Пророка в артиллерийском полку 7-й десантной дивизии в Анапе. Так что и София участвовала, и все наши ученики в этом процессе. А в Краснодаре недавно завершила работу очередная выставка-ярмарка «Кубань православная». Об этом наш следующий сюжет. В Краснодаре в краевом выставочном зале начала работу очередная выставка-ярмарка «Кубань православная». Участники проекта прибыли в столицу Кубани заранее, и к открытию все святыни и продукции уже были аккуратно разложены на полках и прилавках. Молебен на начало всякого доброго дела совершил священник Вячеслав Клименко. Пели службу студенты Екатеринодарской духовной семинарии. Уже стало традицией на каждой православной выставке-ярмарке для поклонения выставлять особую святыню. Нынешняя выставка ознаменовалась принесением ковчега с мощами святителя Спиридона Тремифунского. Эти мощи Екатеринодарской епархии передал патриарх Иерусалимский, и храниться они будут в Георгиевском храме города Краснодара. В рамках выставки пройдет множество мероприятий, встречи с известными писателями. Здесь пройдет мастер-класс для людей с особенностями. И в этот раз на выставке тоже представлено много издательств. Здесь можно приобрести различную литературу, духовные направленности и провести время с большой пользой. Выставка-ярмарка «Кубань православная» проводится по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Эсидора. У проекта уже сложился определенный круг посетителей, но каждый раз есть и те, кто приходит сюда впервые. На этом наша программа окончена, братья и сестры. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok